Почти России запретят брать двойную плату за доставку прессы. В Госдуму внесут законопроект, который позволит разрешить многолетний конфликт почтовиков и издателей. Если он будет принят, то в стоимость доставки прессы уже будет входить цена всего цикла доставки от издателя до подписчика. Проблемы взаимоотношений почтовиков и печатных СМИ затронули на недавнем медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Тогда, выслушав издателей, президент Владимир Путин поручил подготовить проект изменений в законодательство. Сейчас издатели платят дважды с доставку прессы и до потребителя и на почтовые отделения. Особенно острой эта проблема является для региональных СМИ, которые нуждаются в средствах от распространения изданий в бумажном виде. Авторы законопроекта предлагают сделать механизм ценообразования подписки прозрачным. В данном законе предлагается прописать четко понятие доставки почты, расписать, что входит в эту доставку почты. То есть тариф на услуги почтовой связи должен быть полностью прозрачным. Решение данных вопросов позволит, во-первых, гражданам получать как можно больше печатных изданий, а средствам информации эти печатные издания издавать в производитель. Напомним, из-за того, что почтовики изменили цену на доставку, стоимость подписки на главную газету «Муромский край» на второе полугодие возрастет. Чтобы защитить интересы муромлян, коллектив редакции предлагает оформлять подписку на «Муромский край» в комитетах общественного самоуправления или в редакции газеты «Новоровского 43». Таким образом, читатели смогут сэкономить от 100 до 200 рублей. Несмотря на все трудности, мы оставляем стоимость подписки на газету «Муромский край» для наших читателей, тех, кто получает газету в комитетах общественного самоуправления или через наших курьеров в почтовые ящики. Для читателей это, безусловно, экономия, а для нас это возможность сохранить читательскую аудиторию. Продолжение следует...